Качество подтверждено патентом Симптоматическое лечение заболеваний с помощью осиновой палочки в момент новолуния для восстановления целостности энергетической оболочки организма человека Ну, дальше тоже установление факта смерти пропавшего безвестия человека поранее принадлежащему вещи, но это уже меркнет Слава Богу и слава деятельности комиссии Лженаука Академии Наук под руководством Академии Круглякова Этих патентов сейчас уже нет в российских базах данных Но Кэш он все помнит Кэш Яндекс он все помнит А вот патент, который есть сейчас при этом и в базах данных, легко находится Способ биотермофитовоздействия на организм для коррекции его функционального состояния Ну и дальше, как там, травками в сочетании с тепловыми этими Это все можно излечить Что у нас на самом деле патенты фиксируют? Ну, грубо говоря, они фиксируют то, что если кто-то из вас вдруг захочет лечить симптоматические расстройства организма с помощью осиновой палочки в новолуне Он будет нарушать авторские права автора патента Ну, сейчас, правда, уже не будет Он будет нарушать авторские права патента вот этого Пока не оплатит ему какой-то роялти с него То есть, на самом деле, патент это не качество А по поводу качества, по поводу чего-то у нас выдается сертификат качества По поводу открытия выдается не патент, а сертификат открытия Хотя, опять же, по-моему, по нашим юридическим нормам сертификат открытия тоже получить Главное, бумаги правильно оформить и взнос оплатить Но факт тот, что патент, он просто фиксирует право обладания какой-то технологии Иногда технология, вы сами понимаете, совершенно нелепая Совершенно нелепая Ну, тоже замечательная Я натолкнулся, но это, если там с психо и прочими, это понятно всем Это мне уже водка химика Совершенно так порадовала, что у нас, оказывается, есть водка Люкс Водка Виктория, которую добавляют, подгоняли по патенту, фуллерен Хорошо, что я давно уже перешел на другие крепкие напитки и водки не пью вообще А то вдруг, как захочешь, хлебнуть там фуллерен и нанотрубки, графен И что туда еще можно добавить? То есть, к чему это все? Это все к тому, что очень часто доверять каким-то вещам, которые находятся Пусть даже высочек открытой информации, мы, попросту говоря, не можем Почему? Вот наряду с термином наука, наряду с термином научная журналистика Которая с термином наука довольно часто сейчас девальвируется Еще один термин очень сильно у нас девальвировался Это термин научный метод Он тоже везде во многочисленных соцсетях Он в многочисленных и там и сям Что такое научный метод на самом деле? Какой метод можно назвать научным? Так Почти правильно Который потенциально может быть воспроизведен Но дело в том, что некоторые научные обобщения для воспроизведения Они требуют слишком большого протяжения времени Ну, скажем, эволюция, приспособление там под окружающую среду То есть потенциально Ну, и опять же, какой-то японский ученый Я сейчас фамилию его, к сожалению, опять же не помню Он пытается показать экспериментам, что эволюция существует Он бедных, нечастных Мошек дрозофил, которые изменяли своим супругам, видимо Поместил в полную темноту И держит многие поколения этих мошек там уже несколько десятилетий Ну, а что у них должно со временем атрофироваться в таких условиях? Голоски у них должны со временем атрофироваться Поскольку, в общем-то, зрение этот процесс достаточно высокоэнергозатратный А наш организм, он такой, и наш, и муфтрозофил, и многих других Что, если у нас затраты энергии идут слишком большие на какой-то процесс Но нам, в принципе, не нужен Ну, ну его нафиг, этот процесс, от него можно избавляться В конце концов Когда наши предки перестали пользоваться хвостом в качестве опорного Ну, хвост у нас так или иначе атрофировался Ну, копчик остался, и все И так далее, и так далее Значит, научный метод – это то, что может быть подтверждено Ну, а теперь давайте проверим вашу общую эрудицию Начнем с простого, достаточного вопроса Согласны вы с этим утверждением или нет? Кто согласен? Руки поднимаем Кто не согласен? Руки поднимаем Мне сказали, точнее, там, с этим утверждением О! Правильно! Утверждение было ложное Не Луна вращается вокруг Земли А Луна и Земля вращаются вокруг общего центра масс Которая... Которая... В зависимости от этого определения, которое выгодно-слово вращается То есть в астрономии Луна вращается вокруг Земли А Плутон... А Харалу не вокруг Плутона Ну, это да Вот, но если брать точную физику Понятно, что центр масс Земля-Луна Он расположен очень глубоко в Земле И мы можем этим пренебречь И мы можем действительно считать, что Луна вращается вокруг Земли Точно так же, когда мы говорим, что Земля вращается вокруг Солнца Опять же, на самом деле, Земля и Солнце вращаются вокруг общего центра масс Но настолько близко к центру Солнца, что, в принципе, эта роль никакой не играет А, между прочим, я не могу надмирать, как я сейчас открываю ноги, память О, второе утверждение Тут я немножко украл идею О, нашего общего или не общего знакомого Сергея Белкова Общего знакомого Сергея Белкова Если кому интересно будет его блог почитать в ЖЖ Это флейвор-хемист Сергей Белков Ну, я специально, провокативно выбрал глутамат Как самое такое страшное пугало современной печевой промышленности Можно или нет различить натуральный синтетический глутамат? Нет Нет Кто считает, что нет, руку поднимаем Кто считает, что можно, руку поднимаем Правильный ответ можно Почему? Натуральный глутамат, выделенный из природных источников Он содержит еще какие-то такие ненулевые количество радиоактивного углерода С14 Который является бета-эмиттером Излучает бета-электроны А если мы получили глутамат из нефти Которая была живыми организмами очень и очень давно Понятно, что системы обновления углерода С14 там и нет Он весь там разложился То есть здесь у нас бета-излучение фактически не будет регистрироваться Здесь оно будет регистрироваться Один вариант различать Второй вариант различать Ну, есть такой метод химического анализа под названием Массоспектрометрия Если кто смотрит веселый комедийный сериал «След», там есть такая Центрифуга, которая в зависимости от сюжета изображает То массоспектрометр, то хроматограф, то что-то еще Очень важный прибор Ну, при этом центрифуга – это прибор хороший Если, конечно, не пытаться им гвозди добивать или что-то еще Ну, так вот, массоспектрометрия, она позволяет точно измерить массы молекул Поскольку все-таки углерод 14, атомная масса 14, немножко тяжелее, чем углерод 12 на 2 атомные единицы То, в принципе, точные анализы показывают, что глутамат натуральный, он будет, ну, чуть-чуть потяжелее Ну, или мы там увидим другое изотопное распределение Ну, вот этот анализ по, например, изотопным меркам сейчас используется Как же обойти допинговые скандалы стороной? Но не с мельдонием, а с адреналином Раньше был такой подход использовать адреналин в качестве допинга перед соревнованиями Ну, что адреналин вырабатывается самим спортсменом, если мы его кольнем Никто вроде бы не заметит Однако аналитическая техника, химическая, вышла на такую величину Что, в принципе, человек сдает кровь, адреналин оттуда выделяется И вот по содержанию, опять же, углерод C14 Можно понять, адреналин это его собственный Или все-таки уже ему дали какой-то препарат, где этот углерод успел подраспастся слегка Но то, что мы можем различить натуральный синтетический глутамат Значит ли это, что, ну, вот это страшный ужас, а это все замечательное Учитывая нашу боязнь некоторых членов нашего общества к радиофобии Я бы даже сказал, что, наверное, натуральный глутамат, он опаснее Он же это Остаточная радиоактивность у него есть Он в это излучает У природного уже нету То есть, вроде бы, это детали То есть, когда мы говорим про химию Поскольку химические свойства очень редко определяются Какой там изотоп C14, C12 Для химии неважно Когда мы говорим про химию, мы можем сказать, что они неразличимы Опять же, учитывая вот предыдущие слайды Близость центра масс общего Земля-Луна или Земля-Солнце Мы вполне можем говорить Что Земля вращается вокруг Солнца, Луна вращается вокруг Земли И вроде бы будем правы Но Есть одна такая небольшая вещь Так, перескочил сразу несколько слайдов Поскольку, опять же, как Алексей говорил О нас Научная журналистика уходит в сети И если вы начали писать, неважно, блог, паблик, что-то еще Вот три персонажа, с которыми вы можете столкнуться Ну, таких условных отображенных Первое, это понятно Это Старый добрый троллинг Цель которого не Показать свою эрудицию А просто это Вывести Из душевного равновесия Собеседника Стролями мы как боремся? Не боремся Тролей не нужно кормить Если вы видите, что у вас в линте завелся тролль Ну, который сразу опознается по ряду признаков Там агрессивность, прочее Мы просто Ну Если Можно игнорировать, он потом сам уйдет Если он пишет, слишком много у вас Тонкая душевная организация близкая Ну, в конце концов, есть такая вещь, как бан Запросто Вторая штука, уже посложнее, это эльфинг Как видно, вполне есть картинки Эльф, если приходит к вам в комментарии, он делает что? Он начинает восхищаться вами Он начинает говорить, как вы замечательно все пишете Как вы прекрасно во всем обращаетесь Вроде бы такая замечательная фигура этот эльф Но что потом происходит? Стоит вам чуть-чуть ошибиться? Или стоит вам чуть-чуть сказать что-то, что не входит В систему ценностей эльфа, получается что? Ну, опять же Я борелся с еленами змеи еще до твоего рождения Эльф тут же превращается в вашего врага Он может В вашем блоге он может вести себя прекрасно и замечательно Но он может ходить по сторонним логам и говорить Что вот там Иванов, Петров, Сидоров Ну, такую ерунду пишет Такой бред Что это? Эльф распознать сложнее Потому что есть действительно люди Ну, так называемый фан-клуб Который появляется все равно рано или поздно Который, ну, что бы ты ни написал Напишешь ты, что у лягушек шесть ног Напишешь ты там Четыре просто она в себя втягивает Поэтому мы не видим Напишешь там что-то еще Твои фанаты, они всегда будут писать Что-то правда замечательно А здесь остальные просто нет Кстати, от этого публике тоже как-то лучше дистанцироваться Поскольку, когда тебя только хвалят Это очень плохо бывает Ну, надо посмотреть на эльфа Посмотреть, срок говоря А есть ли у него свои какие-то ресурсы Не пустой ли у него журнал И что он пишет там вообще И общаться с ним достаточно Достаточно осторожно Но самый страшный персонаж Это не тролль и эльф Это гном Есть такой термин гноминг Гноминг он означает Человек вас не троллят Кстати, он может вполне осознанно Не пытаясь Вывести вас из равновесия Он ищет истину Но ищет истину он как Прибегая к второстепенным деталям Вот вы пишете Например Ну, мне были статьи про химию Вы пишете, например Там эта синтетика Из Стэнфордского университета Фил Баррен Там придумал какой-то метод Получения лекарства Гном приходит вам в комменты И говорит Да как вы можете такое писать Фил Баррен уже полтора дня Как работает не в Стэнфорде А в Гарварде Его туда переманили Разве можно на таком основании Писать статьи Причем о самой сути вопроса Там речи не будет Как отличить тролля от гнома Тролль напишет Ну разве Фил Баррен Америкос Проклятый Пиндос Он может что-то там Дельное изобрести Наверняка он там прочитал Старые журналы Органической химии Советские 70-х годов И так далее Ну, хотя на самом деле Американцы действительно Регулярно читают Переведенные версии Журналов по химии Изданных в Советском Союзе А читают они их потому Что тогда у нас Синтетическую методологию Писали очень подробно Не думая, что это будет Переводить ее Воспроизводить очень легко Если уж говорить Не про научную журналистику А в целом про химию Вообще и про патенты Есть у нас у химиков Такое проклятие Чтобы тебе всю жизнь Воспроизводить Китайские или индийские патенты Вот что никогда Не воспроизводить Значит Так вот Если К вам приходит Гном Гноминг Он может Как раз Вы пишете Что Луна вращается Вокруг Земли Гном Придет и станет Говорит Нет Луна не вращается Вокруг Земли Луна и Земля Вращаются Вокруг общего центра Как бороться с гномом Понятно Что в журналистике В научной статье Бессмысл написать Что Луна И Земля вращается Вокруг общего центра Если это не связано Скажем так Непосредственно С самой научной новостью С гномом Можно бороться Только одним способом В комменте Ответить ему Что да Я знаю Что это так Но Когда я писал Эту статью Я все таки Ориентировался На аудиторию С несколько более Размытыми Представлениями О предмете То есть Основной способ Борьбы с гномом Это знать Как минимум Как он А еще лучше Лучше чем он То есть Материал Перед работой Нужно прорабатывать Ну что Алексей Говорил Про научное расследование То есть Взять и перевести Пресс-лелиз Университета Если у вас Замечательно Чужого университета Если у вас Замечательно Английский Это конечно Можно Но Все таки Надо взять И посмотреть Исходную статью Тем более Ну опять же Если мы говорим Про наш родной Университет Все таки Гугазом данных Мы допущены А если не допущены То С ЦХ Б никто не отменял Пока еще Собственно говоря Я понимаю Что Пиратство это плохо Но иногда Когда других возможностей Нет Получить нужную нам Информацию Ну приходится Это Я бы не назвал А вот при этом Я бы скорее назвал Контрабандистами В данной ситуации Еще один важный критерий Спорщиков Который может Вывести из себя Который попадается К нам Это товарищи Уверенные в целесообразности Всего Ну Мы все знаем Что мы вот Мы живем Что у нас в жизни Есть какая-то цель Прочее Но есть люди Которые считают Что вообще Все целесообразно Ну Примерно Как раз И свежих Таких вещей Что вот Очень часто бывает Опять же Это касается Тонких моментов Диалогов С креционистами Или сторонниками Каких-то таких Подобных вещей Ну что вот Наша Вселенная Она не может быть Такой несовершенной Кроме как Потому что Ну Да сейчас мы говорим Что у нас есть Физические константы Но представьте себе Что если бы Физические константы Отличались от существующих Там на пару единиц Все было бы Совсем не так Ну может быть И было бы не так Но с другой стороны А может быть Для нас Живущих во Вселенной С другими константами Все бы тоже было Совершенно Красиво Ну Это вот такая Одика Что если число Пи было другим То круги бы не существовали Но все Это старое отголосок Как по имя Как во имя Что называется Божественной воли Глаза кошки Могли появиться Строго напротив Дырочек В ее шерсти Был такой аргумент В пользу эволюции В того времени Ну а теперь Идем про переводы Теперь идем про переводы К сожалению Ну про это Будет говорить завтра У нас У нас система Система подачи информации Пресс-релизная Оповещение о своих открытиях У нас Ну так Централизованно Не налажено Ну по крайней мере За химию могу сказать В химию я знаю Опять же Артема Аганова В химию я знаю Валентина Аганова Ой Валентина Анальникова Которая Работает с пресс-центрами Все остальные Сами себя не пропагандируют Они Ну И не всегда дают Если из них информация Увыцарапываешь И буха есть А? И буха есть А ну и буха Ну К тому же Биохимия Ближе к такой Конкретной химии Которая химия без жизни А просто А не химия из жизни Я понимаю Опять же Что химия Физика Биология И естествование Говорят Мы придумали Когда нам просто В одной голове Невозможно стало Мечать отдельно Все это вместе Науки разделились Но тем не менее Все равно Как это старый Определитель наук Воняет химия Зеленый Или дергается Биология Не работает физика Если физики здесь есть Простите меня Пожалуйста Но Это искренне Что физики же шутят То есть Ничего личного Значит Когда мы Начинаем переводить Давайте Кто может Оценивать Свой Любой Иностранный язык Ну На уровне Хотя бы Апо Интермедиат Кто может На уровне Адванс Оценивать Ну Хорошо То есть Соответственно Все равно Для Если вы хотите Писать В том числе И про научную Журналистку Редко так бывает Что Даже если Речь идет Только про наших Открытиях Что вам Не придется Рыть Иностранную Литературу По этой Штематике Все-таки Английский Нужен Вроде бы Вам про это Уже говорили Но тем не менее Еще раз Повторюсь Есть такой Не наш друг Который под названием Ложный друг переводчика Что это такое Это слово Похожее По звучанию Которым Мы лениемся Смотреть Залезать В словарь Даже В онлайн Словарь А в итоге Получается Билибердак Никто От этого Не застрахован Замечательно Читаем Цитату Это классическое Издание Шерлока Холмса Переводчик Литвинова Че здесь лишнее Ну специально Красным Будем Понятно Что Вряд ли В викторианском Лондоне Существовало Настолько Большое Количество Композиторов Попадавших Полицейские Сводки Что Шерл Холмс Эсквайр Смог бы Включить Их Слепкий Рук В это В свою Монографию Однако Смотрим Журнал Смотрим Смотрим Словаль Композитор Это совсем Не композитор А это Наборщик Ну который Все таки Я конечно Статистику по Лондону Не знаю Но смею догадываться В Лондоне Наборщиков Типографии Было Несколько Больше Чем Композиторов Ну вот То есть Композиторов Вряд ли Там было Пара сотен То есть Ну Тем не менее Классика Ну Опять же Это классика Здесь я привел Не самый такой Бросающийся Незаезженный Опять же Ложный друг Друг переводчика Который существует Шерлока Холмса Надеюсь Что про самого Большого Ложного друга Переводчика В переводе Шерлока Холмса Скажешься мне вы И во всех Последующих Легендариумов Шерлока Холмса Какой самый большой Ложный друг Переводчика Какая самая Большая ошибка В переводах Холмса Ну Фамилии Это вещи Знаете Они такие У моей бабушки Еще была Книжка Под названием Иван Хоя Угадайте Угадайте Как она сейчас Называлась Называется Айвенга То есть В определенные времена В общем-то Была не транслитерация А транскрипция Вернее наоборот Не транскрипция А транслитерация То есть Ватсон Ватсон Это на самом деле Если мы говорим Правильно по английски Там и не Ватсон И не Ватсон А И все Самая Систематическая ошибка Собаку Бастерлили Ну Там тоже Есть Да Слово Фосфорос Под которым Скорее всего Имелось ввиду Светящееся Вещество Потому что Собака Обмазанная Белым фосфором Который светится Она пробежит Метров 30 А потом У нее Фосфор Кончится Она умрет И даже умрет Если фосфор Не кончится Потому что Он сильный Токсин Который Через кожу Впитывается Основная Классическая Ошибка Дедукция Почему Потому что Если мы Внимательно Посмотрим На метод Холмса Это метод Какой Индукционно Логический В чем Разница Индукция От частного К общему Дедукция От общего К частному Дедукция Это не Холмс Это опер Выехший На труп Который Увидел Начинающий Искать гильзу Следы И так далее Вот это На самом деле Дедукция Но по английски Дедакшн Это не только Дедукция Это просто Мышление То есть Холмс Говорил Ватсону Я думаю И поэтому Это распознаю Но Это сыграло Но не будем Критиковать Переводчиков Того времени Переводов Клонен Дойля У них не было Под рукой Ни мультитрана Ни Лингва Транслейшн И так далее И прочих Вещей Опять же Замечательный По стилю Переводчик По моему Анашевич И цены Переводила Частейк Как сырники Но не потому Что не знала Что частейк Это Не сырники А потому Что жители Советского Союза 60-70-х годов Они просто Не знали Что такое Частейк Но иногда В переводах Бывает такое Что ты должен Вставить Какое-то слово Которое Будет Понятно Всем Понятно Что сыринг Частейк Ну Как-то Немножко Разное Но часто Когда мы Переводим Вещи У нас есть Огромное Количество Офлайновых Онлайн Словарей И даже Если вам Слово Кажется Безумно Знакомым Даже Если оно Собственно Говоря Входит Вашу Профессиональную Компетенцию Не поленитесь Проверьте Лишним Не будет Иначе Получаются Кремниевые Ружья Кремневые Компьютеры И тому Подобные Вечи В переводе Лостовском Сериала Борджа Золото Прятали Под Воском Который Был Нагружен Алюминием И ничего Что алюминий Был Где-то Лет через 200 После Милой Семейки Борджа Открыт Речь Шла Конечно О квасцах Которые Алюма Также Произносит То есть Опять же Независимо От того Кто Кток Там В гости Придет Гном Эльф Или Троль Терминология Должна Выверяться Очень Точно Терминология Должна Выверяться Очень Точно Однако Возникает Такой Момент С Которым Каждый Кто Проработает В этой Системе Ну Хотя бы 3-4 Года Столкнется А что Это За Момент Вы Прекратите На тему Которого Нет Аналога В русском языке Совсем Что Делать Переводить Самому И делать Это Максимально Близко К той Области Науки Которую Вы Делаете Почему Система Система Официально Дающая Название Система Ну Если Мы Говорим Про Физику ЮПА Если Мы Говорим Про Физику И ЮПА Международный Союз Чистые Прекланы Она Очень Энерационная Вот 30 Декабря 2019 Года ЮПА Наконец Сказал Что Все Четыре Ленина Готовы Все Подвержено Система А Название Название Потому Что Ну Такая И Бюрократическая И Процедура И Применования Что Я так Думаю Даже Мои Уже Средиземинания По Аккредитации Сверхотуры Они Пока Что Рано Ну Я Почему Прямо Говорю Буквально В 3 часа Я сбросил Себя Такой Груз С плеч Который Сравнил С Грузом Отлана Что Мы Три Месяца Занимались Этими Бумажками Причем Приходилось Переделывать Многократно И Вот Все Наконец Эксперты Химии Наши Видели Все Славь Делался А Надо Ведет Да У Тедоров Я знаю Кто Ну Вала комиссия Она Очень Строгая А Строга 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 Ну У Всех Умонитария Строга Строга У Всех Умонитария Строга Почему Это 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 Не Моя Область Ответственности А в конце Конкур Как Было В старом Опять же Фильме I'm a cook, just a little cook. Если кто помнит отхода цитата. Я все же скромный методист, как бы я не заведующий, ничто. То есть все отчеты другие, это не через меня. Значит, термин приходится сочинять самому. Термин приходится сочинять самому. Приходится сочинять его самому так, чтобы вам потом не было обидно всю жизнь жить, а на ваш термин смотреть. Почему? Если вы пишете про эту новость первой, или один из первых, или первой наиболее грамотно, ну, это могу в принципе говорить, поскольку 10 лет работы, ну, почти 10 лет работы на химпорте, на ресурсе химпорта, с ежедневными публикациями, они это обязывали. Если вы напишете в профессиональном сайте, если вы напишете первое и напишете грамотно, профессионалы в вашей области не будут сами переводить и не будут сами думать, как назвать этот термин, они возьмут его из вашей статьи. И потом очень большой шанс, что когда российская комиссия, там, ЮПАП, ЮПАП, неважно того, что дает, что формирует термины в той или иной области знания, она будет собираться, она подумает, а что термины уже есть, нормально, ну, давайте вот это возьмем. То есть, это ответственность, это в принципе ответственность. То есть, были сегодня вопросы про шутки, были, в общем-то, вопросы на прошлой лекции Алексея, то есть, про шутки и насколько можно чернить, желтить заголовок, все зависит от ситуации. Причем для одного и того же ресурса это может быть по-разному. Я никогда не забуду. Своё 1 апрель на Хемпорте, ну, каким образом 1 апрель? Судачи, 1 апрель – это день традиционных розыгрышей. Я работаю уже полгода и каждый день даю по одной, по две новости, ну, вполне нормальных, научных. Ну, в меру, конечно, косячу. В течение первого полгода работы это все нормально. Меня поправляют. И на 1 апреля я даю фейк. Причем фейк такой наукоподобный, в конце концов, написать. В общем-то, научный журналист, который пишет настоящие материалы, ему фейк написать – это. Чаю выпить и прочее. Вон, Галена не даст соврать, она когда где-то 25 декабря в 12 часов дня пишет, напишет что-нибудь про Снегурочку с точки зрения химика. Я говорю, когда надо. Вчера, ну, минут через 20-25 текст уходит. Относительно того, что Снегурочка – это там потом украинисток великанов, но с четкими обоснованиями, вилки антифриза и прочее. То есть человек, который читает по диагонали, он и не поймет в ряде случаев, что это фейк. Бывает такое. Ну, и вот когда я 1 апреля выдаю эту фейковую новость, сразу куча негативных отзывов. Вы что там пишете, вы что, с ума там подсходили и так далее. Но потом, ближе к вечеру делаем камин-аут с директором, говорим, что ребята на вас всех разыграли. Блин. Ну, одним, правда, фейком я с вами до сих пор горжусь. Он до сих пор с разными отзывками ходит по всем сетям. Был 2010 год. Я себе сломал ногу, а может, ногу, как поет Тимур Шауф, сидел дома совершенно в таком затворческом виде, как раз на рубеже марта-априя. Но поскольку энергия, ну, передвижение уходит в мозг, меня как-то так торкнуло. И получилось, я написал фейковую новость про бабочек крапивниц, которых ученые из университета Мансидюра, это внимательно, это, в общем, такой знаковый момент, модифицировали так, что бабочек крапивницы получили способность окукливаться, заматывая свои коконы в нилу. Ну, белка – пептидная связь, полиамида – пептидная связь, дальше там наукообразное объяснение. Я эту ссылку на эту фейковую новость из раздела «Как могут быть безответственны генные инженеры?» Вот выпустят они этих бабочек на свободу, они тут все лязкие и нейлоновые, опутают всю эту систему, и это встречают до сих пор. Хотя, опять же, вечером для… Кстати, вот сейчас, ну, совсем скоро выйдет апрельский журнал «Поколарная механика» нарук 1-дрекомный материал. Вот, дальше нужно смотреть, опять же, рецепт первоисточника. Ну, в принципе, как нас учил Фома Аквинский, мы должны при возможности лазить в первоисточнике. Есть такой хороший анекдот, который я так, чтобы окончательно проснулись, расскажу. Некоторые, наверное, его знают. Рассказывается он как про Фома Аквинского, на самом деле так не было, но идея похожа. Фома Аквинский приходит в монастырь, послушником, брат-настоятель узнает, что тут умеет писать и читать, и получает ему адресную работу переписывать скрипторию. Монастыря – старые тексты, копии старых текстов. Ну, тут недельку пишут, другое пишут, потом приходят к брату-настоятелю и говорят, что вот, брат, я так подумал, я-то пишу, все нормально, но дело в том, что я же пишу не с оригиналов, я пишу уже со списков, то есть, вдруг кто-то там какую-то ошибку допустил, и сейчас мы ее умножаем и умножаем. Ну, брат-настоятель задает эпидемию Фоме Аквинскому, поскольку, ну, нельзя распаривать вышестоящих, но сам задумывается и идет в тайную комнату скриптории, где лежат самые-самые первые тексты. Ну, уходит, скажем, вечером, заутренне не выходит, к обедне не выходит, к вечернему следующего дня не выходит, монахи уже это самое. Ну, что такое случилось там? С факелами идут в эту тайную комнату, заходят, сидит изменившимся лицом брат-настоятель, рвет на себе оставшиеся волосы, и, знаешь, произошла ужасная ошибка. В самом первом свитке было написано «Celibraто in nomine di es», а кто-то написал «Celibata in nomine di es». Ну, для тех, кто латынь не очень, «Celibraто радуемся, празднуем во имя Господа», «Celibata воздерживаемся во имя Господня», «Celibata – обед безбрача католичных священников». То есть, конечно, такой истории в реальности не было, но необходимость работы с первоисточниками она очень хорошо иллюстрирует. Потому что, опять же, вспоминая тот цикл, который я показывал в самом начале, на каждом этапе передачи информации она может искажиться. Если вы хотите что-то сделать и создать себе репутацию, естественно, вы должны подавать информацию правильно. Что еще не является нашими друзьями? Еще нашими друзьями не являются выводы, основанные только на голой статистике. Это тоже совершенно не наши друзья. Почему? Ну, вот, мне тут рассказывали про дискуссии относительно синдрома Дауна и ГМО, которые были на лекции про лженауки. А вот теперь живите с этим. График, который показывает, ну, не синдром Дауна, а аутизм, и продажа в области так называемых органических, то есть натуральных продуктов. Я не буду говорить о популярных директорах новостей совпадения, не думаю. Почему? Статистическая связь не всегда является причиной следственной связи прямой. Говоря про индукцию и дедукцию, здесь настояя лишь ошибка в логических построениях, которые называются неполная индукция. Мы взяли не все данные и сделали вывод. Опять же, способность размышлять. Такая задачка. Давайте думаем, включаемся. В 1914 году, вы знаете, началась Первая мировая война. В 1914 году голову людей на фронте ничего, кроме там фуражек или пилоток, не прикрывало. И, естественно, народ погибал. Британцы первыми додумались одеть на голову человеку железку, ну, вернуться к истокам рыцарства, скажем так. Ну, и появились эти плоские каски. И получилось, что как только плоские каски у британцев появились в экипеварке пехотинца, количество людей с ранениями головы, поступавшими в госпиталя, риск увеличилось. Почему? Они стали не желать можно больше. А? Они стали просто не желать больше, поэтому они стали поступать. Ну, ответ совершенно правильный. Почему? То есть, вы как раз и не попались на логический крючок. Я очень часто этот вопрос задаю опять же на курсах по естествознанию, слышу разные всякие ответы, что там люди в касках, как берсерки, как берсерки, ветеряли страх и шли вперед, что там каски блестели, и снайперу было проще прицелить. Все это ерунда. На самом деле, речь-то идет о чем? До касок любое ранение в голову было фактически смертельным. Каска от пули с прицельной давности не спасает. Она спасала от шрапнеля, она спасала от осколков гранаты, ну, то есть, то, что летит уже с небольшой кинетической энергией, как-то пробивает только каску и не доходит до головы. Ранение в голову. То есть, до касок все ранения в голову фактически были смертельными, ну, или большая часть. А раз после касок у нас, собственно говоря, появилось большее количество ранений в госпитале, значит, просто смертность от этого вида ранений ушла. Опять же, ну, классический такой вариант, что часто анализируется, что вот там то или иное увеличивает там смертность от рака. Да, смертность от рака сейчас действительно растет, это печально, но, опять же, анализировать ее без причин другой смертности как-то бессмысленно. Почему? До появления рака основной причиной смертности были сначала инфекционные заболевания, до появления антибиотиков, потом сердечно-сосудистые заболевания, когда антибиотики стали воспаление, гасить сейчас сердечно-сосудистые заболевания, ну, отчасти благодаря использованию статинов, отчасти благодаря использованию всяких коронарных шунтирований, ну, и просто тому, что тучность прекратила считаться классной вещью. Ну, действительно, в начале 20 века считалось, что если человек толстый, это замечательно, значит, он богатый. Правда, с другой стороны, по-моему, в 11 веке знатный Франк, если выбирал себе невесту, если имел возможность себе выбирать, он выбирал девушку с наиболее гнилыми зубами. Почему? Не просто много кушает, а много кушает сахара. Он может позволить себе сахар? Она может позволить себе сахар, который в Европе тогда, в общем-то, практически отсутствовал. Ну, такие критерии были разные. Понятно, что говоря просто о увеличении смертности от рака, мы не можем брать это за одну, скажем так, реперную точку, мы должны анализировать другие варианты. Но, опять же, очень часто в операциях по статистике путают причины и следствия. Ну, как раз рисунок, он заимствованный у Сережи Белкова, и нарисованный добровольским. Но они на меня не обидятся. То есть, ну, сейчас у нас говорят, что вот искусственные подсластители ведут к ожирению, однако, на самом деле, связь как раз обратная. Человек набирает вес, решает сесть на диету, прекращает питаться обычным сахаром, покупает подсластители. Ну, и вообще, куда нас может завести статистика, нам показывает очень хорошая такая обучающая статья под названием «Аисты приносят детей». Ее написал один из ведущих специалистов в области статистики европейских, Роберт Миттис. Естественно, эта статья. Ее цель не является доказательством того, что в беде приносят статистики. Как она делалась? Было измерено, ну, тут ее выходные данные, в принципе, вот есть, кому интересно почитать, и выводы, собственно, человека. То есть человек взял поголовье Айсера, по-моему, в 17 странах Европы, он взял среднерождательность в 17 странах Европы, провел корреляцию, ну, применил там все эти статистические выводки, и у него получается там вероятность в 8 тысячах с детей приносят статистики. Ну, действительно, вот вроде, где Айсер больше, там и рождаем больше. Опять же, если тупо оперировать этим выводом, этими данными можно сделать, что? 8 детей из тысячи приносят статистики. Еще сколько находят в капусте? Ну, еще сколько там покупали в магазине, кого-то скачивают из интернета? И так далее, и так далее. То есть, глядя на статистику, в общем-то, нам, наверное, не стоит ожидать от нее каких-то особо открытий, потому что, ну, то, что А зависит от Б, это не значит, что А с Б связано. Я еще показал такие более-менее, которые хотя бы логикой можно увязать. А так существует сайт так называемых интересных корреляций в интернете, где, например, показывается, что динамика выдачи диплома бакалавра изящных искусств в штате Алабама и количество дорожно-транспортных происшествий в штате Мичиган, они изменяются по одним и тем же законам. Вот тут как это увязать между собой в плане статистики, в плане причинно-следственных связей, это уже вопрос вопросов. Следующий. Дальше пошли. Вы добрались до первого источника. Вы что-то не поняли. Вот у нас, ну, простенькая статья, ну, простенькая для нас, для химиков. Я ее здесь не в плане химии даю. Три автора, к кому вы будете обращаться. И как вы будете решать, к кому вы будете обращаться. К кому на самом деле надо обращаться? А? А? А в плане статистики, или нарушение вклада? А вклада? Или нарушение вклада? Очень часто. Вот на самом деле традиций много. Где-то по вкладу, где-то в последнем стоит сам большой начальник, где-то политкорректно по алфавиту, где-то стоит звездочка, куда нужно вроде бы обращаться. Сейчас почти не пишут корреспондент савтра. Но вот здесь корреспондент савтра в принципе напрямую не написан. На самом деле, что нужно сделать? Нужно посмотреть данные Летиции Кудра, Изабель Томаса и Жан-Люка Мачампа и посмотреть, какое количество работы у них вышло. Ну, то есть, если стоит корреспондент савтра, автор для переписки, ваша задача обращается. Если не стоит, или стоит несколько авторов для переписки, вы смотрите, кто есть кто, кто чем занимается, у кого сколько статей по этой области. И дальше выбрать надо не самого главного начальника, он все равно, если вам ответит, то что-то дежурное, или попросят помощников написать. Нужно просить не аспиранта, и не студента, скажем так, написавшего эту статью, участвующего, ну, а человека со средней преподавательской позиции, скажем, ассоциейтед профессор, профессор ассистент и так далее. Почему? Иногда, как у нас последние авторы, которые самые большие, могут вести себя в лаборатории в критический период. Ну, замечательные PHD-комиксы, которые, если так посмотреть, они, в принципе, интернациональные, это перевод мой, кто хочет, может посмотреть в английском языке. Вот, Big Boss из комиксов видно, что он сильно разбирается в том, что у него вообще происходит в отделе и впрочем. он не знает, что у него где работает, что у него, кто где работает, не всегда самый главный, скажем так, начальник, вот, подразделения, если он есть автором статьи, вам квалифицированно ответят. Да, бывает иногда ситуация, когда мы каких-то очень больших начальников включаем в публикации, чтобы облегчить прохождение этой публикации через редакторские вещи. Почему? Потому что, ну, его знают, а меня, например, еще не знают. Опубликую я 3-4 статьи, но меня будут знать, соответственно, также я буду известен. Но вот пока в период становления, ну, опять же, все вот то, что называется школьность и прочее, то есть лучше в этом отношении использовать так называемых средних авторов, авторов, находящихся на средних позициях. Ну, и желательно не тех, кто там приехал в целевую аспирантуру, и прочее, ну, когда-то давно в химии жизни опять же этот вопрос в плане шутливой статьи излагался, я вот, к сожалению, его не нашел, там тоже была такая подробная вещь относительно того, как правильно искать. Ну, я немножко завершаю, то есть, в целом я хотел бы поблагодарить людей, которые так или иначе мне помогли, и так или иначе оказали влияние на меня, но это Сергей Баронов, который немножко постарше язык, это директор портала «Химпорт», где я работаю 10 лет, это Елена Крещенко, зам редактора журнала «Химия и жизнь», которая без собеседований повыскать, за нами на работу, когда у портала «Химпорт» начались некоторые финансовые проблемы, это уже упомянутый мною Сергей Белкин, он же «Хлэйвэр Кимис», новую часть материалов, которого я просто взял, а нарисовал художник-напроростный, ну, Алексей мы все уже знаем, ну и отдельное спасибо, тут даже скорее не по консультациям, а в плане языка, хатерским писателям, писателям-фантастам, ну вот это Генри Лай-Нолкен, двуединый мэтр Владыжинский и Громов, и мой хороший друг Людмила Астахова, собственно говоря, название «Знающий» не говорит, это одно и название из ее романов, после которого у нас началась большая дистанционная дружба, честно говоря, мы в глаза друг друга видим только по скайпу, но у нее несколько книжек, спасибо мне за консультацию и так далее.